Добрый вечер дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в Кавказском доме. У нас сегодня очередной и завершающий в этом году уже показ фильмов из серии «Беседы о Бараджанове». Как говорит наш Хосе, замечательный показ в очередной раз. Сегодня действительно масса замечательностей. Во-первых, в преддверии Нового года. Во-вторых, в 1895 году, 28 декабря, 28 декабря, завтра у нас в преддверии Дня кино. Потому что в этот день, более ста лет назад, 130, даже более 130 лет назад, мы в Париже, в гранд-кафе на бульваре Капуцинок, братья Люмьер показали цикл своих короткометражных фильмов. И с этого дня считается рождением кино. Но мы как бы переносим праздник на сегодня. Действительно, вам будет интересно. Все предыдущие фильмы у нас был как бы один герой, рассказывающий о своих воспоминаниях или о своем отношении к Бараджану. Сегодня у нас их целых шестеро. Ну, во-первых, это Патрик Казельс, отрывки из чьих фильмов были предоставлены Хосеи, который с удовольствием их использовал. Во-вторых, это Юра Мечетов, чьи фотографии также использованы в сегодняшнем фильме. Там более ста прекрасных фотографий. Бесконечная благодарность Юре. Ну и, естественно, герои нашего сегодняшнего фильма – это режиссеры, чьи имена говорят сами за себя. Это Лана Бугуберидзе, Эльдар Шенгелая, Мираб Кокучашвили. И покинувшие нас уже сегодня те окончания. Фильм, как мы считаем, вошло, наверное, последнее его интервью, которому что-то рассказывает Бараджан. Участие всех этих известных людей, не только сегодняшних номинатов, но и всех предыдущих, вот, допустим, Батона Мудара, у гущей наших дорогих, известнейших Мечетова, мы надеемся, что привлечет внимание сильных мира сего. Идея Хосе о том, чтобы создать в Тбилиси центр Бараджанова, будет все-таки каким-то образом осуществлена. Еще одно замечание. Сегодня последний день с подписи, после чего Хосе уже предоставит их в Министерство культуры и в мэрию, для того, чтобы продвигать этот проект. Поэтому, если кто-то еще не подписал, пожалуйста, подписывайте. После показа фильма вас ждет, опять же, несколько сюрпризов поэтических. Что они из себя будут представлять, вы увидите сами. И еще отдельная просьба Хосе, он, наверное, сам дополнительно на эту тему что-то скажет. Он хочет выразить огромную благодарность Нане Гамбашидзе, которая приняла огромное участие в создании сегодняшнего фильма, предоставила ему возможность пообщаться с массой людей и снять материал, который вы сегодня увидите. Хосе, это приятно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok У нас все色-то помешали, но он уже был в интернете, в интернете было ничего не было, а цена не было ничего. «Свох ездил». Я же так говорю, по-молву ко沒, но у нас уже 18 лет назад. Но они в одном доме, что они ждут, но они не с вами выглядят то, что они уничтожали, что они не хотели к себе. что это в конце концов, я думаю, это в конце концов, это есть такой сонный их собственник. И вот это имя, тот самый сонный представитель, меня не поцелет, так и так далее, но там не поцелет. Но это иначе ты не похож. Его прошло здесь. Я создал эту историю, и он был в английском, который был в доме, когда в городе 1670, я бы сказал, что он сахал в costum. Так, когда я была винила, но я был гораздо меньше, но у меня были молодые судьи, за счет отчетов был под пускай. Спасибо за то, чтобы мы были в eso. Продолжение следует... Нашей «Схосемагинери» пьесы, которая посвящена Сергею Параджанову. Да, ну, это пьеса о нелегкой участи легендарного режиссера при его жизни и после смерти. Он обладал феноменальной энергетикой, способной очаровать его близких, друзей, коллег, подарить им тепло от сердца. Ну, а также он сам обладал той энергетикой, что он жил как бы жизнью города, вживался в него. И причина еще кроется в том, что и сам город обладал этой магической энергетикой и мог подарить его достойным ценителям и воспевателям как радость и бодрость духа, так и красоту и естественную любовь. И потому эта пьеса – дань памяти нашего с Хосе творческого содружества, великому маэстро и нашему городу, которые не отделены друг от друга. Но немного предыстории. Увлекшись фильмами о Сергее Иосифовиче, я подошел к Хосе и поинтересовался, как он смотрит на то, если в его фильмах будут участвовать мои поэтические произведения, стихи о старом Тифлизе, о встречах с друзьями в теплом домашнем уюте, в уютной такой атмосфере. Могу написать и со самым Параджановым. Он отозвался с энтузиазмом и работа закипела. Вначале были запланированы сделать поэтические зарисовки, минут на 15-20. Потом мелодекламации, потом еще с добавлениями сцен. Ну, он, кстати, Хосе знает очень много интересных факторов, может даже для некоторых малоизвестных, а Сергея Параджанова, который он мне то и дело подкидывал. Ну, и так, я замечал, что сценарий расширяется наш, и я все время об этом уведомлял. Хосе, каждый раз от него я слышал, мы везде даватели, пускай сделаем бомбу. В итоге я от него узнал, что мы уже, как бы, приготовили полноценную пьесу, которую должны будем поставить. Ну, не знаю, как говорится, как насчет бомбы, но если ее поставить на профессиональной сцене, то я не удивлюсь, увидев нас в полете. И что хочу я еще сказать, что пока, пока вот по дуду Глевона Миносяна я прочитаю свое стихотворение, посвященное великому маэстру, достойным, чтобы обедным, но духовно богатым великом маэстре, красоты и всего прекрасного, который достоин, чтобы в его любимом родном городе Тбилиси был центр в честь его мирового имени. АПЛОДИСМЕНТЫ Город старый, луна озаряет. От тоски не избавлюсь я страной, ведь по улочкам тихим блуждает одинокий Сергей Параджанов. От скитаний своих утомлены на мгновение внезапно застынет, и фантазии вмиг окрылены, пылкий взор ввысь манящую кинет. Знает предков забытых там тени, а сурамской легенде расскажут, где отчаянный крепость и пленник подвиг свой средь созвездий покажет. Ты герой своего же романа, сердца чьев, веришь собственным фильмам, вдохновенно стоишь у Духана, как король спиросмане в обнимку. У тебя нет приюта и крова, и в судьбе много трудных изгибов. Тишину опьяняешь ты снова звучной песней Ашига-Кериба. Как печально! Ты сделал так много! Жизнь токнул в городские балконы, в небесах призрак тысячи оки, Созерца и тифлис возрожденный. Наша жизнь чудесами богата. И свершилась для славного друга. Вдруг окрасился цветом граната. Короткий месяц, по воле Ашуга. Это знамение! Будь же готовы! Голос выше увещевает. Ты на исповедь выйти со словом, на свершение нас вдохновляя. Ведь судьба, хоть ладейка порою, Предстает и кокеткой жеманой. Нам с балкона, ожившей мечтою, Улыбнется Сергей. Пододжанов! Браво! Спасибо.